День веков хронограф Ее мы. Я, Юрий Смирнов. И я, Светлана Рудская. 7 сентября 1899 года на свет появилась королева русского романца Изабелла Юрьева. Родилась я в Ростове-на-Дону, вспоминала Изабелла Даниловна. Было нас четверо сестричек, все мы страстно любили с самого детства музыку, песни. Без устали пела я целыми днями. Как-то пришел к нам сосед-скрипач и говорит, уж больно хорошо поет ваша младшая дочь. И уговорил меня выступить в любительском концерте. Так в Ростове-на-Дону и состоялся мой первый выход на сцену. Произошло это в 1917 году в Ростовском парке имени Луначарского. Русская народная песня «По старой калужской дороге» звонко объявил конферансье. И она запела. Неожиданные аплодисменты ошеломили. Публика приняла ее на ура. Окрыленный успехом, юная Изабелла отправилась в Ленинград к сестре, которая училась в консерватории. Послушать Юрьеву специально приезжает представитель Ленинградского концернового объединения «Рафаэль» и тут же предлагает ей контракт. На недоуменные вопросы коллег, зачем вы предложили никому неизвестной девчонке 15 рублей за исполнение двух-трех романсов, когда у нас известные певцы получают столько же за целую оперу? Рафаэль ответил, когда я слушал ее, я просто умирал. Публика с восторгом принимает концертные выступления артистки. Критики отмечают ее требовательный вкус, самобытность интерпретации, одобрительно отзываются о необычной красоте проникновенного сильного голоса, легкой и доверительной, с лукавинкой, манере пения. В середине 20-х годов Юрьева занимает одно из первых мест на эстрадном олимпе. На афишах колонного зала большими буквами пишут ее имя, а ниже и чуть мельче имена других знаменитостей. 1926 год Изабыла Юрьева с мужем провели во Франции. В Париже она давала концерты, имела грандиозный успех, но просто очаровала парижскую публику. Ей предлагали сказочные контракты, выступления в знаменитой Олимпии, съемки в главной роли во франко-испанском фильме, предлагали вообще остаться в благополучной Франции. Но она отказалась. К концу 20-х годов 20-го века идеологическая атмосфера вокруг цыганщины, как презрительно окрестили тогда русский романс и таборную песню, начала стремительно сгущаться. Иначе как безвкусицы и буржуазным атовизмом их теперь не называли. Огонь критики в первую очередь был направлен против наиболее талантливых исполнителей старинного романса, в частности, Изабелла Юрьева. Юрьева не выдержала прессинга и прекратила выступать. Молчание длилось целых семь лет. В годы войны она много ездила с концертами. Пела и на Карельском фронте перед бойцами в 30-градусный мороз, когда даже ботинки на сцене в помещении покрывались инием, и в только что освобожденном Сталинграде, и в госпиталях. По настоянию чиновников от искусства ей пришлось разучить несколько отнюдь не характерных для ее творчества произведений советских композиторов. Но бойцы не хотели патриотических песен. Стоило певице появиться на импровизированной эстрадной площадке где-нибудь на передовой, как они начинали требовать Сашу белую ночь, Если можешь, прости, лучшие ее песни. После войны Изабелла Юрьева объездила с гастролями весь Советский Союз, исполняла старинные романсы, лирические песни. Но вскоре грянул гром. Изабелла Даниловна записала на радио цикл песен. Это были лирические и шуточные, веселые и грустные. Ни одного романса песни. Решение художественного совета, через который проходила вся готовая продукция, было однозначным в эфир не давать. Одна из центральных газет наставляла, если бы певица взамен суррогатов обратилась к настоящей народной песне, она внесла бы свежую струю в область подлинного музыкального искусства. Певица отказалась петь рекомендуемые идеологами песни. В сентябре 1999 года в связи со столетними юбилеями Изабелла Юрьеву была награждена орденом за заслуги перед Отечеством Четвертой степени. А за несколько лет до этого ей было присвоено звание Народной Артистки России. Это были ее первые и единственные за всю долгую жизнь государственные награды. День 7 сентября оказался не только радостным, он оставил и грустный след. В 1956 году ушел из жизни легендарный полярник, главный редактор первой большой советской энциклопедии Отто Юрьевич Шмидт. Отто Шмидт родился в 1891 году в белорусском городе Могиле. Мальчиком он проявил незаурядную любознательность и стремление к знаниям. В 1909 году, окончив Киевскую классическую гимназию, Отто Шмидт поступил на физико-математический факультет Киевского университета. С 1929 года Отто Юрьевич – профессор Московского университета, где возглавил кафедру алгебры и создал научную школу по теории групп. За математические труды в 1933 году был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР. Наиболее многообразной в 1920-е годы была его деятельность в сфере просвещения, создания техникумов, обеспечения повышения квалификации рабочих заводов и фабрик, перестройка школьного обучения, реформа вузовской системы. Именно Шмидт ввел в обиход слово «аспирант». В 1921-1924 годах Отто Юрьевич – заведующий государственным издательством. В это время возобновилось издание научных журналов и исследовательских монографий. Тогда же начал осуществляться замысел подготовки большого справочного издания, объединяющего по определению самого Шмидта «Просвещение нашей эпохи» – Большой советской энциклопедии, главным редактором которой он был утвержден в 1925 году. Еще в юности Отто Юрьевич заболел туберкулезом легких, и болезнь давала обострение каждые 10 лет. В 1924 году ему предоставили возможность поехать для лечения в Австрию, где он в Тироле прошел школу альпинизма. Для проверки возможности плавания по Ледовитому океану транспортных судов в 1933 году на Северную землю был направлен пароход «Челюскин». Плавание возглавил от тошни. В условиях необычайно тяжелой ледовой обстановки Челюскин пробился в Берингов пролив, но выйти в Тихий океан не смог. Ветры и течения затянули его вместе с ледовым полем обратно в Карское море. Зимовка корабля стала неизбежной. В феврале 1934 года лед разорвал борт и через два часа Челюскин затонул. На льду оказалось 104 человека, в их числе 10 женщин и двое маленьких детей. Челюскинская эпопея – это история жизни челюскинцев в ледовом лагере Шмидта и их спасение летчиками. Она потрясла весь мир. За рубежом писали, что имя Шмидта начертано в «Золотой книге науки», о необычайных приключениях его в стиле Жюля Верна писала вся мировая пресса. Интерес к геофизике привел Шмидта к желанию понять процесс возникновения Земли и других планет, закономерности их физических и иных характеристик. В основу своей гипотезы Отто Юлевич положил идею первоначально холодной Земли, аккумулировшейся из небольших твердых тел. В настоящее время теория происхождения Земли и планет, разработку которой начал Отто Шмидт, стала общепризмом. Благодаря ему отечественная планетная космогония развилась на 10-15 лет раньше, чем в развитых странах Запада. Последний период жизни Отто Шмидта был самым героическим. С зимы 1943 года туберкулез прогрессировал, распространился не только на легкие, но и на горло. Отто Юлевич знал, что обреченный уходил из жизни с мудрым достоинством. За три месяца до смерти он сказал, «Я благодарен судьбе за ту жизнь, которую она мне дала. Сколько было хорошего и сколько интересного, я не боюсь умирать». Сегодня, 7 сентября, наша программа «День веков хронограф» подошла к концу. Самое время заглянуть в народный календарь и рассказать о погоде. В этот день, в 1770 году, в Саратовской области наблюдалось такое явление. Небо при захождении солнца начало багроветь. Наконец, все сделалось красным. По небу двигались огненные столбы в разных направлениях. А 7 сентября в 1997 году на побережье Мурманской области ветер в этот день усиливался до 20 метров в секунду. В районе Певика до 25 метров в секунду. Сегодня хозяин – тит-листопадник. Тит-листопадник – последний гриб растит. Грибы грибами, а молодьба за печами. Потому в этот день и приговаривают – тит пошел молотить. И на сегодня это было последнее сообщение в программе «День веков хронограф». Мы ее ведущие, я Светлана Рудская. И я, Юрий Смирнов. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин